Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Я сегодня снова буду готовить. Анюта Кулинар снова в деле. Я буду запекать тыкву. Я ни разу, честно говоря, не пробовала запечённую тыкву. Даже не представляю, какая она на вкус. Я ела тыквенный суп, мне понравился. Но запечённую тыкву вообще не представляю. Вместо тыквы, если кто-то тыкву не любит, вместо тыквы можно использовать любые овощи. Кабачки, баклажаны, перцы, морковку. Ну, как бы микс такой сделай, да. Даже картошку можно использовать. Но у меня есть тыква, я хочу её попробовать. Я когда-то давно участвовала в программе по детокс-похудению. И там как раз был рецепт запечённой тыквы. Но у меня не было духовки, поэтому я не могла её попробовать. А девчонки в комментариях писали, что прямо вау. Вау-вау-вау. Чтобы они не ожидали, что это так вкусно и вообще супер-пупер. Да, поэтому запечём тыкву. И ещё я буду запекать курицу в соево-медовом маринаде. Вот. В принципе, маринад может быть любой, да. Кому что нравится. Мне нравится такой, чтобы он ещё быстренький был. Вот этот вот сладко-острый вкус мне прямо очень нравится. Запекать буду не целую курицу, а ногу. Ну, но не голень, а вот именно с бедром. Голень, бедро целая нога. Две. Вернее, две. Вот. Я тут частично что-то себе приготовила. Ну, там вот тыковку заранее почистила. Я её немного почистила, потому что... Ну, а вдруг как бы не очень, да, будет? Чтобы продукт зря не переводить. Ну, так, чуть-чуть почистила. Вот тыква, я её порежу. Потом я сейчас ещё приготовлю для неё тоже маринад. Вот. И поставим её мариноваться на часик. И курицу тоже заготовим, поставим на часик мариноваться. Ну, ладно, приступим. Сейчас я её достану. Сейчас я её достану. Здесь тарелочки тыквы. Сюда вот я. Сейчас я её порежу. Порежу. Такими не очень крупными. Я думаю, что вот так вот достаточно будет. Не знаю. Посмотрим, что тут, блин. Надо её, наверное, ещё вороте будет. Потому что я её почистила, но не помыла. Это была, наверное, моя ошибка. Значит, крупно как-то получается как будто. Такими кубиками, наверное, всё-таки сделаю. А то как-то крупновато. Кто не готовил тыквенный суп, приготовьте. Ну, мне вот нравится. Конечно, когда я готовила, ну, у банки, да, я его ела. Там, мнения разделились. Кто-то вообще как будто тыкву не воспринимает как еду. Для таких, наверное, будет это невкусно. Но для разнообразия попробуйте, особенно, если там со сметаной или с йогуртом, ну, с натуральным. Так, тыкву мы порезали. Что, много у меня даже как-то как-то получается. Как будто бы много. Как будто бы много. Я хочу это всё пробовать. Так, давайте скажем на секцию. Так, здрасте. Возможно, если я что-то делаю не так, ну, я как бы не кулинар, да, я только учусь. Так, дальше что мы будем делать? Дальше я буду делать этот самый маринад для тыквы. Так, а что у меня сначала? Чеснок нужно очистить. А что я его не почистила, да? Прекрасненько. Что я могу сказать себе о нем? Потому что на это... Чеснок я и в курицу добавил. Так, а что, может, сразу по-моему почистить, да, надо? Так, сюда 4 курица несколько надо. Вот, хватит. А то у меня будет и перец, и чеснок, и как бы не задышать вода, как дракончик. Чеснок покупал в магазине какой-то он странненький, черненький какой-то. Ну, а что сейчас уже, наверное, все какое-то странненькое уже. В принципе, должен быть новый урожай, наверное, да, скоро. Поэтому все такое уже вяренькое. У нас сегодня хорошая погода вроде бы как бы намечается. Хотела это приготовить вчера и снять мукбанк вчера хотела, но мне что-то получилось такое ленивое настроение. Я пришла из магазина и показала вот покупки. И все, и у меня такая лень не долела. К вечеру, правда, прошло, но я подумала, а что я сейчас буду вечером снимать, если я все равно не смогу это есть. Я подумала, что лучше оставлюсь у нас завтра. Так. Возможно, это надо было заранее почистить, но Анюта что-то не подумала об этом вообще ни разу. Ну, ладно, вырежем, если че. Это что? Это что? Тюк. Ой. Не знаю, какая-то привычка вот все перемывать. То есть я вот почистил, надо помыть. Почистил, надо помыть. Так, сразу мы что сделаем? А где ты? Сразу я начищу чеснок сюда. Крем. Ох! Ядрененько чувствую, будет ядрененько. Так, это мы пока оставим. Так, сюда мы выливаем растительное масло. Я все на глаз. Когда на глаз как получится. Растительное масло. Так, еще пальчик, потому что маслица хорошее. Пальчиком еще вот так вот мы сделаем. И всякие разные специи. Что у меня тут есть? Так, у меня есть специи. Итальянские травы. Читарик. Орегано. Не знаю, что это, но пусть будет. Пусть будет. Чесночок. А, блин. Не, чеснок подоставьте. Ну, что у меня тут еще. Подождите, вот у меня есть еще чесночный перец. Но я лучше его насолью. Наверное, соль надо добавить, да? И вот сюда мы это все. Короче, это надо все перемешать. Чтобы это все, тыковка в этом во всем обвалялась, пропиталась. Чтобы у нас это все было очень... Блин, как выглядит, мне уже нравится. Такой аромат вот за счет чеснока. Чеснока, всяких трав, приправ. Блин. Смотрите-ка. Уже красотища. Уже красотища. Так, это мы оставляем на час, чтобы пропиталась. Это у нас на час. Пропитываться. А пока мне нужно сделать, что мне нужно сделать. Мне нужно... Так, а маринал где я для корицу буду сделать? Вот здесь, да? Вот здесь, да? Так, теперь для курицы. Опять же, трем чеснок. Какой-то даже одеял, да? У меня все повторяется. Мне кажется, я тоже взял его. Тыкл, конечно, супер. Выглядит супер. Я не знаю, как это будет на вкус, но выглядит супер. Так, опять же, сюда уходим. Сюда кладем. Так, нам нужно еще порезать лук. Но сначала его надо почистить. Лук режем фоксами. Тоненько. Вместе с луком будем запекать. Хотя я лук не люблю. У нас для маринада ладно. Так, здесь у нас чеснок. Так, сюда. Мед. Кладу мед. Ну, где-то чайную ложку, наверное, на две большие. Ноги-ноги у меня большие, но я не люблю, чтобы слишком сладко было. Так, сладковатый вкус, чтобы был. Мед и соевый соус. Слушайте, у меня соевый соус вот такой вот. Как он называется? Классический. Сан-бон-сай. Сан-бон-сай классический. Мне вот этот вот нравится. Я всегда его покупаю, потому что он, во-первых, недорогой. А во-вторых, по составу хороший. То есть, если брать какие-то дорогие соевые соусы, там вот такой вот состав с какими-то ешками, фигешками. А тут всего лишь вода питьевая, соевые лавы, пшеница, соль. Ну, как бы. Может быть, я, конечно, что-то не понимаю, но мне кажется, идеальный состав. И всего лишь вот стоит. Прогрессимистная такая баночка. Так, соевый соус. Растворяем мед. Надо, чтобы он прям слюнтикнул. Так, сейчас растворится. Я добавлю разных специй. Ну, как разных перцев разного добавлю. Можешь чеснока еще перцового. Я люблю остренько. Мне нравится, чтобы было остренько. Что-то мед как-то херово распрояется. Составишься, пока тут его размешиваешь. В общем, так все удачно сложилось, что мне надо тыку промариновать где-то час. И курицу где-то час замариновать нужно. И потом они, и тыква, и курица запекаются где-то 40 минут при 200 градусах. Поэтому все как-то так удачненько у меня сложилось прямо. Так, добавлю я сюда металл вот опять. Это у меня чесночный перец. И где-то у меня был красный перец. И красный перец и добавлю. Как бы его там мало, поэтому не очень он насыпался. Можно бы это больше. Задушу, как дракон. Ладно, короче. Так, ночи. Сюда нам лучок еще. Так, немножечко его пожарим. Чтобы сок у него выделялся. Так. Я, наверное, сразу положу в этот... В противень для запекания курицу. Залью ее этим соусом. И напускаю она там маринуется. Потом просто в духовку поставлю. О, хранит кулинар. Ой, блин, аж с него не потекли. Марин, перец попал у нас. Так, все, маринад готов. Вот что там курочка. Вот такие вот ноги я буду куриные запекать. Это не ножки Буша, не ГМОшные ноги. Это натур-продукт. Домашняя курица, если что. Так, раз. 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 Еще с салфеткой про это увлажним. Ой, это пропитатель. Надо бы бумажными полотенцами, конечно, но у меня их нет. Так. Так. Все. Дальше у меня есть вот такой крутой. Такой вот крутой. Сейчас я сюда. Так вот ставлю. У меня осталась масочка. Вот. Вот, вот здесь. Нет, перец попал в нос. Это жесть какая-то. Ну, ну, ну. Если честно, мне самой страшно, что получится. Там страшно не ставить. Так. Укладываем ноги. Одну вот так. Другую так. И все это заливаем маринадом. Что-то делаем. Она еще даст жир, когда будет запекаться. И мы еще будем ее поливать этим жиром. Так. 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 Вот так. Лучку присыпем. Вот так. Лук, чеснок. Ой, что-то птичку жалко стало. Итак. В общем, это у нас будет мариноваться тоже час. Ровно через час это и тыкву я в духовку поставлю. Смотрите, какая красотища тыква. Просто. Просто. Огонь. Такая вот курочка. Так как курица домашняя, кожа у нее, видите, опаленная. Но потом, когда я буду это есть, я кожу уберу. Сейчас пока оставлю, пускай запекается с корочкой. Блин, тыква мне вообще прям нравится, как она выглядит. Улет. У меня же прям слюньки текут. Так. Ну все. Я поставила курицу, тыкву. Все это у меня стоит на 200 градусах. 200 градусов. Пока я поставила на 20 минут. Через 20 минут я поменяю местами. А вообще это должно запекаться 40 минут на 200 градусах. Посмотрим, что получится. Ого. Огошеньки. Смотрите, какая красотища. Я думаю, может быть, еще чуть-чуть подзапечь. Сейчас я еще полью вот этим вот жирком. Еще минуточек на 10. Засунул. Вот такая вот красота у меня получилась. Я еще тыкву присыпала сыром. И курочка. Ну тут овощи для украшений. Курочку я посыпала кунжутом. Такая взбеченная, румянная. У меня прям слюнки текут. Сейчас буду это все пробовать. В мукбанге. Ну что, все, я закончила. Получилось красотища. Это тыква с сыром я присыпала. Я показывала уже видео. Получилась красотища. Надеюсь, что вкуснотища. Вот. Поэтому, кто хочет посмотреть, как я это ем, переходите на мой второй канал. Вот. А я пойду быстрее есть, потому что есть хочу очень сильно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Все. Всем пока-пока.